Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Агросектор» с обзором основных событий в аграрной жизни республики в студии Раима Абдулаева. Труженики полей готовятся к началу весеннеполевых работ в Дербенском районе на базе опытной станции имени Вавилова прошел семинар, на котором говорили об использовании семян отечественной селекции для выращивания в условиях Дагестана. В работе совещания приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов, представители ведущих семеноводческих центров России, ученые и фермеры. Зависимость отечественного овощеводства от импорта семян высока, поэтому так важно импортозамещение. Дагестан для нас это новая площадка. Мы создаем гибриды и сорта овощных культур. И для нас ваш рынок очень интересен. Он, наверное, глобальный с точки зрения российских масштабов по производству овощных культур. И очень интересен даже самим производством. То есть есть Дагестан равнинный, есть Дагестан горный. Мы были приятно удивлены, что громадное количество по производству капусты белкачанной находится в Левашинском, например, районе, в деревне Урма. И там мы в 2020 году провели широкомасштабные испытания наших сортов и гибридов. В частности, вот по капусте белкачанной мы испытали три гибрида. И некоторые из них показали себе очень хорошо. То есть результативность очень хорошая. Они отличались хорошей урожайностью. Ну вот, в частности, в качестве примера могу провести гибрид почка 2018 или континент. Это гибриды поздней группы срок созревания. Отлично вызрели в 2020 году, дали урожай при их технологиях местных более 100 тонн. Отлично пролежали вот всю зиму. Буквально вчера мы были у одного из фермеров. Оценили как раз вот, как они провели оценку лёжкоспособности. И эти гибриды ничем не уступают лучшим зарубежным аналогам. Качественная продукция начинается с качественных семян. Наши овощеводы используют преимущественно гибриды зарубежной селекции. Но в последние годы мы начали очень активно работать с научными учреждениями и сделали большой рывок в развитии отечественных сортов. В Дагестане создано уже 17 демонстрационных площадок. Аграрии могут в любое время посетить их, сравнить отечественные сорта с зарубежными аналогами. Сегодня очевидно, что наши гибриды превосходят заграничные в хранении урожайности и переработке. Также они в разы дешевле. Таким образом, применение отечественных семян позволит сельхозтоваропроизводителям сократить свои затраты на производство продукции. Дагестан производит около 700 тысяч тонн капусты в год. 400 тысяч тонн из них приходится на Левашинский район. По этому показателю муниципалитет занимает 35 место в мире. Дагестан может полностью перейти на семена отечественной селекции в овощеводстве и выращивании бахчевых. Савел Писомонович, насколько мы поняли по презентациям, сорта у нас не хуже, чем импортные, урожайность неплохая. Вот речь об этом. Производитель в поле. Овощеводный, картофелеводный. Он находится в поле и, соответственно, он не знает этих нюансов. Он не всегда заглядывает в интернет. Он не знает где, в каком месте. И наша задача, те результаты дагестанской, российской науки, отечественной науки, выращивания, выведения новых высокоурожайных сортов привести и сказать, вот они. И в этом уже сегодня убеждаются. И в двух площадках. В прошлом году мы в Левашинском районе по капусте. И в этом году мы здесь, в Дербенском районе, с приглашением представителей Минселхоза Российской Федерации намерены провести Демполе, где будем показывать, собрав уже в большем количестве наших аграриев, вот они. Вот берите, вот связывайтесь, вот рассчитывайте на успех. Такая работа сегодня в министерстве проводится. Директор дагестанской опытной станции филиала ВИР, доктор биологических науки Штели Куркиев отметил необходимость продвижения российских агробиотехнологий в современной селекции. В системе ВИР хранится 320 тысяч сортообразцов разных культур, 2000 культур. Это генбанк, оттуда, откуда отечественные селекционеры черпают исходный материал для селекции. И в этом отношении наша дагестанская опытная станция ВИР тоже не отстает от селекции. У нас есть селекции овощных культур и зерновых культур, кроме, есть свои сорта. Кроме того, мы очень тесно сотрудничаем с ведущим институтом по национальным центрам зерна, бывшим в Книгском имени Лукьяненко. С ними мы сотрудничаем в плане селекции зерновых культур. И вот один из результатов нашей плодотворной работы – это регистрация, создание сорта и, соответственно, получение автосвидетельства и патента на сорт Улубей. Улубей – это в честь нашего ученого, вировского ученого Улубей Куркиева. Это дань признательности совместному сотрудничеству. Не менее перспективным для практической селекции являются и совместные работы российских и дагестанских ученых по третикале, молодой по сравнению с пшеницей культуры, над улучшением которой успешно работают российские селекционеры. По мнению многих ученых, третикаль имеет все шансы войти в ближайшие годы в перечень ведущих культур по обеспечению продовольственной безопасности человечества. А сорт Улубей, названный в честь Патриарха российских исследований и селекции третикали, работника Дагестанской опытной станции имени Вавилова, ученый с более чем 40-летним стажем Улубей Акиштелевича Куркиева, успешно сеют в хозяйствах различных регионов России. Какой урожай озимых соберут аграрии Дагестана, какие подкормки эффективны и как повысить урожай на зерновых – об этом далее в нашем выпуске. Агрономическая линейка позволяет выполнить множество операций. Мы сегодня на поле должны вообще перед весеннеполевых работ провести несколько обследований, в том числе посмотреть, сколько растений на квадратном метре. Мы в зависимости от количества должны выбрать в том числе подкормку. Если мало, сегодня в среднем где-то должно быть к уборке должно быть на одном квадратном метре от 500 до 700 стеблей. А соответственно, что мы сегодня решать должны, если мало сегодня стеблей и нужно туда подогнать, надо дать удобрение. Здесь, конечно, нарушение технологии. Посмотрите, комки какие, невыровненные. Невыровненное поле – это означает, что семена легли на разную глубину. Одним надо много сил тратить, чтобы выйти на поверхность, а другие в то же время они уже зашли. И, соответственно, и созревают они в разное время. Пока одни созреют, другие осыпают. А мы, кажется, это мелочи, не обращаем на эти моменты абсолютно никакого внимания. Мы сегодня нашим аграрий вышли и подкармливают озимые посевы. Зима была снежная, влаги достаточно, но осенью сев происходил в очень сложных условиях. Влаги не было. И на этом поле мы видим неплохое состояние озимых. Они уже активно кустятся. Это где-то 30-35 дней, они, весеннее кущение продолжается. И мы сегодня должны их подкормить. Сколько? 40. 40 растений. Да. А ширина между рядами сколько? Да. Надо посчитать и на квадратные перевести. А мы просто так, не просчитав эти моменты, пытаемся просто выйти на поле и внести там 100-120 килограммов. А это требует учет множества факторов. Поэтому мы и говорим, возрождение культуры поля является сегодня ключевым моментом земледелия Дагестана, чтобы эти элементы, технологии соблюдались. В 2020 году в рамках государственной программы комплексное развитие сельских территорий в Дагестане реализовано 96 проектов по благоустройству населенных пунктов сельской местности. Это почти вдвое больше, чем было запланировано программой. В прошлом году на реализацию данного направления госпрограммы было предусмотрено 93,7 миллионов рублей. Из них 2,7 миллионов рублей удалось сэкономить при проведении конкурсных процедур. На выделенные средства в селах Дагестана были созданы 68 площадок накопления твердых коммунальных отходов. Обустроены 17 зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, реализованы проекты по организации освещения и архитектурной подсветки зданий, ливневых стоков, тротуаров, аллеи, водозаборных колонок. Дагестанская баранина будет представлена на полках сети магазинов «Магнит», с которой правительство Дагестана подписало соглашение о сотрудничестве. Торговая сеть готова приобрести баранину в охлажденном виде тушами и в переработанном виде. Также ведутся переговоры о поставках в сеть урбеча, горных чаев, нектаров и других уникальных дагестанских продуктов питания. Соответствующие договоры планируется подписать в ближайшее время. Напомним, бренд «Дагестанская баранина» в 2020 году стал победителем первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкуса России». Теперь он активно продвигается на территории страны и в зарубежных государствах. Дагестанская баранина – результат действия многовековой системы отгонного животноводства, применяемой в республике, когда животные зиму проводят на равнинных пастбищах, а лето в горах. В Дагестане продолжается окотная кампания. Сохранность ягнят варьируется от 80 до 100%. Как отметили метельхозпротив Республики Дагестана, в целом на землях отгонного животноводства Дагестана подлежит окот около 950 тысяч овцематок, 70% из которых уже окатилось. Средняя сохранность молодняка составляет 90%, получено более 400 тысяч гнят. Ягнение овцематок в Республике обычно завершается где-то в середине апреля. Продолжаем программу «Агросектор» и у меня сегодня в гостях ректор Дагестанского аграрного университета Задин Магомедович Джамбулатов. Задин Магомедович, здравствуйте. Очень приятно вас сегодня видеть. Вы у нас достаточно частый гость, эксперт нашей передачи. Задин Магомедович, вот у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у нас в Дагестане в последнее время отмечается достаточно значительное подорожание мяса птицы. Как вы считаете, с чем это связано? Есть ли опасность, что в каких-то других регионах птичий грипп или какая-то другая причина, по вашему мнению? Суровая зима была и в Европе. В Европе была суровая зима, увеличилось потребление на энергию. У них подорожало инкубационное яйцо. А еще в трех странах, это Венгрия, Словакия, Чокот, европейская страна, там были вспышки птичьего гриппа. И на эти страны накладывались ограничения. Произошла задержка по поставке племенного яйца. И, соответственно, произошел разрыв в его поставке. Кто-то, так называемую, посадку птиц осуществил несколько позже, на месяц, на полтора-два. Наложилось два отрицательных фактора. В это время Китай объявил определенные ограничения по поставкам к нему и от него. Практически 80% биодобавок, а это продукция биохимической промышленности, поступает с Китая. Поэтому те предприятия, которые с ними работают, российские предприятия, они, естественно, получили позже его в большой таре, рассосовали его в мелкую тару. Пока дошло опять, произошел третий фактор. То же самое витамины, то же самое ветеринарное обслуживание. Ветеринарное обслуживание, оно же идет профилактическое и по факту возникновения той или иной болезни. Соответственно, вырос расходник, поскольку стало больше птицы, которая ослабела на фоне этих… Всегда заболевает… В России есть несколько случаев птичьего гриппа. И тот грипп, который был, скажем, в Дагестане, ведь откуда начинался он на ферме? Или у дверей, где холоднее всего? Или у воздухопритока? Откуда поступает холодный воздух? Задим Игорь Ильич, ну да, вы у нас самый важный знаток, эксперт в области птичьего гриппа, потому что вы на тот момент возглавляли ветеринарную службу Дагестана, и у вас максимальный опыт в этой области. Скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас в республике и вообще в стране, в мире, люди активно вакцинируются против ковида. А скажите, пожалуйста, птицу можно провакцинировать против птичьего гриппа? И при этом, чтобы мясо все-таки птицы было безопасным для человека? Вакцинировать желательно птицу, которая является яйценоской. Она в течение года должна дать свои 200 яиц, тем самым продав, как говорится, все свои расходы. Поэтому план вакцинации существует. Существует план так называемой вакцинации федерального спектра, где нельзя не вакцинировать. Есть те, кто ситуационные. Поэтому здесь все очень четко отработано. И поскольку на сегодня мы эффекта, так скажем так, птичьих эпидемий не имеем, то необходимости для тотальной, а это же сотни миллионов голов, нет, потому что это будет крайне невыгодно. Если будет эпидемический или, скажем, карантинный характер по всей стране, безусловно, страна закрывается, пока не будет удушен. Приблизительно по той же схеме, что и ковид. Поэтому по птице это экономически нецелесообразно. Легче эту фабрику поставить на карантин, забив птицу. Ну, в общем-то, насколько я поняла, вы считаете, что ситуация с ценой на мясо птицы, это все-таки связано с подорожанием кормов? Да, в этом сомнения нет, потому что мировой рынок птицы, он сформировался. Если, скажем, птица не подорожала в Бразилии, а там не было холодно, там ничего не изменилось ни в стоимости кормов, и там такой чистый инфляционный фон на 2,3 десятых, а эта птица поступает в Россию, в Бразилии не находится под санкциями, то нужно говорить о другом. Я думаю, что наших земляков интересует, в первую очередь, когда цена выровняется. По птице это от 90 до 150 дней, когда мы должны, согласно объективной ситуации, вернуться к нормальному объему стоимости мяса птицы, потому что появится новый урожай, будет сброс зерна прошлого урожая. Во-первых, сразу уходят расходы по отоплению птичников, это серьезная статья. И в целом люди успеют завести те ингредиенты, без которых птицеводство не работает. Оно уже пошло, потому что эти страны стали выздоравливать. Так что под 90 до 150 дней и цена выровняется. Ясно. Задима Григорьевич, все-таки если говорить о подорожании кормов, это отразилось и на птицоводстве нашем. Как вы считаете прогнозы по баранине? Насколько цена будет меняться? И вот у меня такой вопрос в связи с тем, что у нас идет сокращение пастбищ. Очень сложная была в этом году зимовка для многих хозяйств. Сложности в Кочбейской зоне были. И некоторые эксперты предлагают, чтобы и баранина у нас, вот как и крупнорогатый скот, все-таки чтобы она была откормочная. Как это вообще отразится на нашем сельском хозяйстве? Все-таки наша баранина – это был всегда дагестанский бренд. И баранина всегда была вкусная, потому что мелкорогатый скот всегда у нас пассионал. Ну, может быть, как бы учитывая сезонный характер, либо на равнине, либо на альпийских пастбищах питался сочной травой, и вдруг это будет откормочная баранина. Как вы считаете, какие изменения последуют? Мы три года имеем безводные сезоны. Первыми отреагировали, как более северная зона Калмыкии, которые продали в Дагестан очень большое количество, несколько сот тысяч баранов, просто для того, чтобы спасти остатки своих денег. Не стат. Эти животные приехали в Дагестан. Где их размещать? Часть разместились в точках от корма. Они известны в Ревашинском районе, там других есть территориях, где люди очень хорошо научились на зерновых кормах выращивать эту баранину. Эта баранина имеет своего потребителя, имеет свою цену, и, будем говорить так, имеет свою логистику. А вот то, что касается настоящей дагестанской баранины, если они не пошли на горные пастбища и не поели вот эти все наши видовые составы, наших трав, то завтра она превратится в обыкновенную товарную, ну, скажем так, полуиндустриальную, и она потеряет свой бренд. Это, конечно, недопустимо. И я думаю, что мы все вместе должны сделать такие усилия, чтобы этот скот, а сегодня, слава богу, государство очень хорошие дороги построило практически до пастбища. Там, может быть, полсуток, сутки остается, чтобы попасть на пастбище. И здесь уже, конечно, это организованность всех, от кого это зависит, чтобы эти овцы были там. Где-то в пределах 700-800 тысяч, как минимум, овец должны быть на тех пастбищах, которые граничатся с соседними государствами, и на глубину где-то 50-70 километров. Они до сих пор не использовались, не используются, и недопустимо вообще в дальнейшем так хозяйствовать. Поэтому мы имеем дело с двумя видами баранины. Никто не будет со мной оспаривать, что кто-то стал уже завозить едельбавинскую породу. На нее, похоже, есть крупные, до 100 килограмм вес этого животного, но там салистость совершенно другая, ее направление другое. Поэтому в этом плане, если мы хотим, то мы не потеряем наш бренд. Наоборот, нам нужно усиливать как раз откормочные, потому что откормочная баранина – это сезонная баранина, как правило. То есть тогда, когда мы можем накапливать так называемый энергетический баланс в животном, в зимнее время. Спасибо, Задима Гайданович, за участие в нашей программе. Продолжаем программу «Агросектор». В Дагестане с наступлением ранней весны отмечают праздник обновления «Яран-Сувар» или «Эбельцан». Время пробуждения природы и начала сельскохозяйственных работ. В каждом районе праздник проходит в разное время, но народные гуляния идут вплоть до конца марта. Раньше всех его начинают отмечать в Южном Дагестане. Там разжигают костры, готовят угощения, ходят друг к другу в гости. В Хивском районе весну встречают по-особому старинные народные праздники. «Эбельцан» чем-то похож на православную масленицу. Только горцы вместо блинов готовят кавказские национальные блюда. Во время гуляний звучала народная музыка, выступали ряженые жители села и гости праздника, пели и танцевали. Главный символ «Эбельцана» – девушка-весна, которая символизирует пробуждение новой жизни. Традиционно она выходит к участникам гуляний с проросшей пшеницей в руках. Само событие по восточному календарю означает пробуждение природы и начало сельскохозяйственных работ. В Сульманстальском районе активно отмечали праздник «Яран-Сувар». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова